Привет, привет ребят, привет мои хорошие. Рад вас видеть и наверное сначала о самом главном. Сейчас чуть не об этом, сбежали кролики. Ребят, сегодня Жора их гонял, поймал, но тут случилось катаклизма, порвал сетку, ну или кролики, или он, но миссия была выполнена, надо будет восстановить, ладно, это позже, столько дел, столько дел. Ребят, ребят, я сразу хотел бы сказать о Миле, потому что наверное этот вопрос для кого-то волнителен, во всяком случае для тех, кто оказал свое содействие, помощь, словом, делом, всем еще раз огромное спасибо, и на тот момент, который я знаю, это по-моему вчера обед было, нас собирали 9100, да, это не вся сумма, но исходя из того, что это буквально за два дня, и помощь, ну большая часть помощи была оказана, ну как говорится, все что могли, как бы то ни было, огромное спасибо, а сейчас, а сейчас, а сейчас, ребятки, по традиции, возвращаемся немного назад, там совсем чуть-чуть из прошлого, то, что не влезло в предыдущее видео, и возвращаемся сегодня. Это совсем плохо. Ну поясница, да нет, вообще не правильно. Так, это тебе печенье? Угу. Это тоже тебе. А что ты? Это нам. Сколько же вы выручили? Пять тысяч? Пять тысяч. Да ладно. Серьезно? Ну вы много нас собирали. Потому что тазик только был. Конечно, тазик. Какой тазик? У нас полный прицеп. Ну полный прицеп, говорю, тазик, ну как, прицеп, в смысле. Пять тысяч, вот ведь, молодцы. Держаки, ограбельки. Ограбельки. Ограбельки не купили, но не было, там тоже такие. Какую взяли? Такую дали нам. Ну не черную. Ну та вроде черная, это вроде не черная. Или она не почернела еще? Не почернела еще. Ха-ха-ха. Та ну, не хватит, конечно. Нет, я имею в виду, что это, что там же у нас еще металл, но мы же как решили, что зады вот эти вот, ну старым этим металлом, а вот тут сетка. Ну посмотрим, прилепим, сколько хватит, а там уже видно будет. А если что, докупим-то? Вот эта котейка лучше всего сейчас мне. Сидеть, монтировать, хрункать. Так, так, приехала Ира и чё-то, чё-то привезла, чьи епушки. Вы просто сложить хотите, да Ир? Сыночек, мой сыночек идет. Я же тебе привезла это. Как его, Господи? Камин, да. В общем, короче, все я передала, надежные руки. Да, да, кстати, мы не будем показывать ваш начальник, то есть идти напрямую, они обживаются, я в новом жилище, и будет у них камин и красота. Дети мои хорошие. Все. Ну так, ну все, давайте провожайте меня, выкидывайте. Выкидывайте меня, детеныша мои. Мы молимся и детеныша. Все, сыночек сейчас меня провожает в машине и еду домой. Все дела поделали. Все. Я же говорю. Не гури. Вот. Позвони мне, позвони. Итак, ребятки, снова здрасте. Мы в сегодня. И сегодня предстоит основополагающая миссия. Это надо проколоть наших коз. Проглестить. Лекарства уже куплены, как вы знаете. Но, к сожалению, не приобретены шприцы. Сейчас едем в аптеку, надо немного купить продуктов, сочтем эти два деяния в одно действие, возвращаемся домой и переключаемся или включаемся в злостного ветеринара. Сегодня, сегодня себе понапридумал дел, все ли они осуществимы. Огромный вопрос, но как минимум, попытаться стоит. Сегодня, ребят, не так жарко, как душно. После вот этих дождей пришло тепло, влага испаряется, бьет по сознанию и как-то совсем не айс, не продышишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, сейчас, ребят, пятерочку за продуктами, а потом за шприцами. Продуктов покупать совсем немного, но купить их надо, иначе могу погибнуть с голоду. Образно, но... О, как тут хорошо дышится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, ребятки, хлеб и немного сладкой жизни, я решил гульнуть, взять гурчонки, просто налить на хлеб, даже при случае, или налить в кофе, кофе так гораздо вкуснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, и не в самую сладкую аптеку пришел, но в самую ближайшую, не самая дешевая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, а шприц 10 кубовый бывает вообще такое? Дайте, пожалуйста. Да-да-да, один. Самое сложное и долгое сделал. Тут не столько сама процедура приобретения, сколько процедура... Блин, поездки. Полдня можно ушатать из-за одного шприца, но купить его было жизненно необходимо. Короче, коз надо пролечить на всякий случай, это исключительно в качестве профилактики. Если действительно там вдруг что-то есть, то удо и молока увеличится. Зачем терять молоко? Просто из-за того, что не был приобретен простой шприц за 19 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, ребят, переодеваемся и выходим во двор делать наши дела, делишки, те, которые были намечены ранее и те, которые сделать просто жизненно необходимо. Ну, в моем понимании. Ах, ты ж гад мелкий. Ах, ты ж мелкий. Что ты там делаешь? Доставать надо? Кого доставать надо? Желочку надо доставать. Сейчас. Куда? Куда это мое? Сейчас, ребятки, самое сложное. Сколько колоть козе. Потому что там, я помню, только две цифры. Один и пять. То ли на одну голову пять кубиков. То ли на один килограмм пять кубиков. То ли, короче, не знаю. Просто надо звонить Иришке и узнавать все эти детали. Она знает лучше. Сейчас, надеюсь, она помнит. Иначе я пропал. Ир, ну подскажи, сколько козам колоть? Напомню. 50 килограмм веса, а один кубик. Все, я чуть наоборот не жахнул. Ну все, хорошо. Один кубик на голову, короче. Да, да. Все, давай, спасибо. Да, да. А я хотел пять кубиков на голову. Помнишь, что пять и один что-то. Один кубик на 50 килограмм. Ну, на одну голову. Ах ты, кабан мелкий. Мелкий кабан. Так, так, ребят, с лекарством я разобрался. То есть, получается... Блин, это не то. То есть, получается, нам надо пять кубиков. О, четыре кубика на пять. Блин, сейчас. То есть, то есть, ребят, нам надо, я же разобрался. Нам надо... Четыре кубика на четыре козы. Что, в принципе, сейчас и сделаем. Сразу, сразу наберу в шприц необходимое количество лекарства. И в добрый путь. Пошли, желудка, лечить козочек. Еще раз, еще раз попробую пояснить, кто не понял, для чего эти лекарства. Это профилактика от глистов. Потому что большую часть питательных веществ эти твари могут съедать от коз. И то, что они едят много хорма, не будет давать должного результата. Их характерного объема молока, который нам искренне необходим. Куда, куда убегаете? Постоянно попробую поймать сразу черную, самое вредное. А потом, а потом уже всех остальных. Блин, да неужто так больно? Она напрягает мышцу, каменеет. Соответственно, это становится несколько больнее. Сбежал. Тихо, тихо, да не дрожи, я еще не уколол. Все, 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 все. Ну и с остальными, с остальными делаем, ребят, то же самое. Дай. Главное, в моей мать. Да и это напрягается, да что вы так? Так, ну и последняя коза. Вот этих троих пролечил. Осталась та коза, которая живет у нас в другом загоне. Между нами память идут, дыхают во сне. Самая, самая спокойная оказалась. Все-таки, все-таки шприцы, наверное, надо было взять на каждую козу. И не в плане... Все-таки шприцы надо было взять для каждой козы отдельный шприц. Потому что при протыкании шкуры, шерсти, игла тупится. И каждое последующее втыкание происходит более туго. Соответственно, болевые ощущения для животного увеличиваются. Но это разовая акция. В принципе, это не критично. У цыплят уже вылезло перо на крылышках. Скоро начнут летать. И как только полностью оперятся, переедут в сарай. Ну, а как иначе? Девочка, да мой казачок, ты же прекрасный пинц просто. Теперь, ребятки, следующая миссия, не менее важная для сегодняшнего дня и для нашего подворья, в принципе, это кормеж тех цыплят, которые находятся в средней стадии своего развития. Те, которые сидят в том сарае. Дело в том, что они подросли, они едят гораздо больше. А тот корм, который мы им покупаем, специализированный, витаминизированный, жрут его просто немеряно. И его надо разбавить с простым зерном. Но зернышко само велико для поедания этим маленьким цыпленком. Поэтому его надо подробить. А то у нас денег не хватит кормить только таким кормом. Хотя бы один к одному. Ну, смешивать. Притом дробилка у нас есть. Даже огочка. Опа! Кто кроликов ловил сегодня? Кто касавчик? Кто молодец? Кто поймал блин, лицо? Теперь бы найти ведро для того, чтобы туда надробить зерна. Их было в немереном количестве. Тех, которые пустые. Ну, и просто в свободном плавании. Но, смотрите, сколько ведер у нас теперь занято. Ну, я не знаю, подо что. Под всякие цветочки. Куда дробить? Блин! Блин, вот есть ведра. Но они почему-то все с водой. Соответственно, даже вылив воду, они останутся мокрыми. Ах ты мелочь кузатая. Опа! Ого! Чуть-чуть перебор, но хотел же прям туда еще домешать вот этого корма, который остался. Ну, пойдет. Мешать катастрофически плохо. Ну, грубо говоря, до дна добраться очень и очень сложно. Ну, что? Братва, пошли кормить наших цыплят. Уже близится дело к обеду. Ну, как близится. А цыплята, те, которые среднего уровня, у нас еще не кормлены. Теща насыпала им зерна прям крупного. Но складывается такое впечатление, что они не едят его вовсе. Маловато еще для такого корма. И черная звезда уже тут как тут, поедать качественный корм. Иду, иду, голодающийся. Вот этот корм, ребят, прям на землю высыплю вот сюда. Курчата его съедят, те, которые побольше. Потому что, потому что для малышей это не есть хорошо. Вот теперь, теперь перемешать будет гораздо проще. Наши корма, исходя из того, что тут появилась масса свободного пространства. Да не очкуйте вы, не очкуйте. Сейчас я уйду и поедите. А ну, Нючка, цыганка, я тебе дам, я тебе дам. Ну, вали отсюда, не для тебя. Зерно порассыпано. Оп. Ну, наконец-то, наконец-то поедят. Ну, и следующая, ну, и следующая миссия, я бы сказал, основополагающая, важная, ну, не критически, но она важна. Сейчас попробую рассказать, ребят. Айда, за мной. То есть, во-первых, когда я возил сюда камыш, носил сено, как всегда, это все рассыпается, и тонко намекая, Иришка все это собрала в кучу, надо вывести. То есть, вернуть предшествующий порядок на исходную. И, фух, я думаю, помните, как в следующем, я думаю, помните, как в предыдущем видео я убирал и наводил порядки в козлятники. И где эта рация? Где этот порядок? Где эта неимоверная красота? Козы снова наделали тут какки. Ну, если можно так сказать. А, исходя из того, что вот этот мусор надо вывозить, не Жору. Заодно почищу снова и здесь, исходя из того, что мусора стало гораздо меньше, и это не столь трудоемко. А порядок опять будет прорисован и радовать глаз. Немаловажный фактор. Ну что, ребятки, погнали выполнять ранее выполненное. По-хорошему, если вот так каждый день вывозить по одной-две тачки, это как бы не сильно тягостно, но порядок будет прогрессировать. Но, наверное, все-таки это не мой стиль. Хотя, по-хорошему, наверное, надо. Вот столько, вот столько камыша, сена было потеряно буквально за два дня. Конечно, конечно, там есть и немного навоза. Блин. Вытереть. Но все равно потери велики. Ну, исходя из того, что это бесплатно, норм. Ну что, ну что, ребят, долго ли? Коротко. Наверное, больше коротко. И наша территория вычищена, как была до этого. Возможно, даже лучше. Исходя из того объема мусора, который у нас получился. А получилось, получилось у нас порядка трех тачек, с учетом рассыпанного мусора мною. Когда я носил камыш, когда носил сено, все равно оно рассыпалось, там, наверное, ну, примерно одна тачка была. бра, выходи, выходи, братан. Давай, давай, давай. Последняя, последняя тачка, самая полная. И можно, можно оставить на сегодняшний день жирную точку. Сделал, наверное, немного, ребят, но сделал дела нужные. Пролечил коз, вычистил укоз. Что-то я сделал еще. Ну, с утра поймал кроликов, Жора. В принципе, вроде как и все, но опять же, все вроде как в тему. Купил гордунтов. Да я красавчик, Жор. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон.